Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Шишкина и приглашаю вас в увлекательнейший мир йоги и йога-терапии. Если вы, как и я, любите активно двигаться и не мыслите о своей жизни без спорта, а возможно вы профессиональный спортсмен, который находится на пике своей карьеры, или уже отдыхаете от спортивной жизни, то вам как раз-таки нужно присоединиться ко мне в моем новом курсе йога про спорт. Йога за спорт! В этом курсе я постараюсь рассказать вам и показать на практике, как с помощью йоги и йога-терапии, с помощью специально выстроенных комплексов можно снизить ударную нагрузку на те части тела, которые используют профессиональные спортсмены в своих ежедневных тренировках, как максимально улучшить и усилить прогресс от тренировок, как сделать так, чтобы ваш спорт был вам в радость. Я приглашаю вас в этот мир вместе со мной. Сегодняшний наш с вами видеосеминар будет посвящен работе йоги и бега. Друзья, вы, наверное, немножко удивлены, увидев меня в кроссовках, потому как обычно я предпочитаю быть босиком, как и положено профессиональному йогу. Но сегодня я пришла буквально только что со своей тренировки, с пробежки, о которых я не забываю и очень люблю. И хочу поделиться с вами информацией и тем материалом, который я набрала за последние годы. Друзья, все, что касается беговых тренировок, будь то профессиональный спорт или будь то спорт, который вы вносите в свою жизнь, я имею в виду любительский спорт, очень важно дозировать и очень важно правильно понимать, как же наше тело реагирует на подобную виду нагрузку. Я хочу немножко рассказать вам о том, как взаимосвязаны практика йоги, йога-терапии и легкой атлетики, в частности беговые тренировки, как они взаимосвязаны, как они взаимодействуют между собой и как взять максимум на этом этапе практики от одной и от другой области. Давайте сегодня с вами разберем в рамках нашего видеосеминара формат работы нашего тела внутри практики йога-терапии, адаптированной к беговым тренировкам и к спортсменам, занимающимся легкой атлетикой, с точки зрения трех параметров. С самого начала мы поговорим о том, как совместить практику йога-йога-терапии с практикой беговых тренировок. Затем мы с вами откроем для себя возможности тела в качестве разогрева, то есть то, что предлагает нам накопленный веками опыт йоги для разогрева и для грамотного построения тела перед началом занятий. Затем я бы хотела предоставить вам комплекс, собственный комплекс практики, который позволяет увеличивать вашу мощность, увеличивать ваши результаты в беговых тренировках. И затем мы с вами разберем возможности релаксационных практик, к возможности компенсаторной нагрузки с точки зрения йога-терапии, которая адаптирует ваше тело к более быстрому восстановлению после нагрузки и готовит к новой нагрузке. Друзья, я долгое время занимаюсь с профессиональными спортсменами, готовлю их к соревнованиям или готовлю их к реабилитационному периоду. И в течение реабилитационного периода я посвящаю очень большое количество времени и своего внимания тому, как же проходит, насколько качественно проходит адаптация тела к тому или иному виду физической активности. Я должна сказать, что внутри проекта «Йога про спорт» существует проект «Джой Кит про спорт». Это смесь программ «Джой Кит», которые направлены на работу с нашими детишками, с нашими самыми главными и дорогими людьми в нашей жизни. И направлены на то, как детей правильно ввести в профессиональный спорт и как сделать так, чтобы спорт не калечил, а создавал благоприятные условия для развития и для максимальных результатов, которые ваши детишки могут достичь в том или ином направлении, выбранном ими самими или с помощью вас. Я бы хотела поговорить об этом чуть позже. Сегодня первое наше с вами занятие, которое будет посвящено моему любимейшему виду физической активности, легкой атлетики, беговым тренировкам. Я должна сказать, что я живу в потрясающем месте, мне очень сильно повезло. Выхожу на море и бегу туда, куда глаза глядят. И для меня созданы все условия. Прекрасная набережная, оборудованная идеальным песком и идеальным покрытием для того, чтобы проводить свои тренировки, заминку, разминку, разогрев и какие-то адаптационные действия. Абсолютно улыбающиеся люди, приветствующие тебя. И полное удовольствие от того, что ты делаешь. Я уверена, что в той точке земного шара, где бы вы сейчас не находились, вы найдете такое место, в котором вам будет удобно и приятно заниматься вашим любимым видом физической активности. Несмотря на погоду за окном и несмотря на ваше, может быть, не совсем веселое настроение в душе. Потому как только мы начинаем заниматься любимым делом, мы сразу же начинаем улыбаться и чувствовать себя прекрасно. Что ж, я сегодня нахожусь в замечательном месте, которое вполне возможно станет одним из наших мест, в котором мы проведем наш живой видеосеминар или наш живой йога-ретрит. Об этом я думаю, планирую. Информацию об этом вы сможете прочитать очень скоро на моем сайте. Данное место, данный замечательный бутик-отель предложил мне сегодня это пространство. И недаром вы видите этот шундук, который я прекрасно буду использовать в качестве своего пробса, в качестве подручного материала. Я бы хотела вам показать, как, не мудрствуя лукаво, использовать те приспособления, которые находятся вокруг вас в вашей жизни, увеличивая прогресс ваших тренировок, адаптируя практику и вводя новые элементы, которые позволят вам минимизировать нагрузку на те ударные части, которыми мы с вами работаем в том или ином виде спорта и увеличивать прогресс, готовиться к более серьезным результатам. Ну что же, небольшой интродакшн мы с вами совершили, небольшое вводное слово я сказала. Давайте начнем с того, что рассмотрим ту часть материала, которая посвящена разогреву. Разогрев предполагает следующее. Вы готовы к тренировке. Предполагаем, что мы с вами собираемся на пробежку. Вы готовы к тренировке, как и я, например. Я надела свои легицы, я надела свою майку, я надела свои кроссовки. Я не хотела бы сегодня использовать упражнение без обуви, потому как я предполагаю, что мы адаптируем с вами нагрузку к процессу тренировки. То есть первичным в нашем с вами сегодняшнем задании это беговая нагрузка. Вторичное, это практика йога-терапии, которая окутывает всю нагрузочную систему, позволяя правильно использовать ресурсы тела. Итак, мы с вами вышли, допустим, на набережную, как я, или вы вышли на любую улицу, вы вышли в парк, вы вышли на стадион, там, где вам удобно бегать, или даже на беговой дорожке дома, возможно, глядя в окошко и наслаждаясь видом. Вы готовы к тренировке. Вы, конечно же, начнете разминать свои стопы. Мы это сделаем обязательно для того, чтобы придать первичную нагрузку голеностопу. Голеностоп – одна из важнейших частей тела, которая используется в аэробной нагрузке. Аэробная, в том числе и беговая нагрузка, в частности, она является аэробной. Крайне важна для работы сердечно-сосудистой системы и для работы всего тела. Я должна сказать, что небольшой деталью работы внутри аэробной нагрузки подобного плана, именно беговой нагрузки, является вертикальное встряхивание всего тела. Посмотрите, когда вы бежите, вы вертикально встряхиваете все свое тело. О чем это говорит? О том, что используется вся пружинящая система позвоночника, межпозвоночные диски и диски внутри суставов, например, коленные суставы. Не диски, а мениски, да, в данном случае. И все суставы, которые работают в процессе бега, носят на себе встряхивающую вертикальную нагрузку. Об этом следует помнить постоянно. И на этом как раз-таки будет базироваться наша с вами практика. Что мы должны сделать в первую очередь? Мы должны разогреть суставы, основные ведущие суставы, которые позволяют нам правильно войти в беговую нагрузку. Какие это суставы? Это тазобедренные суставы, конечно же, в первую очередь. Это голеностопы, потому что только стопа касается пола и позволяет нам двигать тело вверх и вперед, или назад, или в стороны, в зависимости от того, какое аэробное упражнение вы выполняете. Это колени обязательно, они являются соединительным звеном практики. Если вы помните наш семинар из цикла его терапии для жизни, как раз-таки посвященный коленным суставам, вы узнаете очень много нового для себя, практики для коленных суставов. Кроме того, нам крайне важно прогреть и минимизировать нагрузку на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Почему? В связи с тем, что наше с вами тело образует дугу, двояко выгнутую, где присутствуют лордоз и кифоз, при перемещении тела в пространстве, например, в беговой нагрузке, мы даем особо встряхивающую нагрузку на пояснично-крестцовый отдел за счет активного перемещения нижних конечностей и за счет большой массы тела, которую мы должны двинуть вперед. Собственно, благодаря этому мы и совершаем перемещающиеся движения. Однако, поясница испытывает очень серьезные перегрузки. В своей практике работы с профессиональными спортсменами, легкотлетами, я очень часто встречаю проблемы именно внутри пояснично-крестцового отдела. Эти проблемы привозят в дальнейшем, когда человек уже заканчивает заниматься спортом, а возможно, на пике спортивной карьеры, к радикулитным состояниям, к диспропорциям и дисбалансам правой и левой стороны частей тела, к серьезным сжатиям нервных окончаний, которые приводят к очень серьезным болям внутри ног. То есть, это все препятствует правильному и дальнейшему развитию спортсмена как такового. Давайте с вами посмотрим, что мы еще должны проработать перед тем, как приступить непосредственно к нашей тренировке. Ну, конечно же, очень хорошо проработать весь позвоночник. Что это значит, проработать позвоночник? Мы должны разогреть основные отделы позвоночника. Шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел. Все эти зоны должны быть очень грамотно сложены друг относительно друга. Мы не будем углубляться в очень серьезное детализирование программы. Мы будем говорить о том, как правильно адаптировать и какими упражнениями привести вас к оптимальной нагрузочной системе. Кроме того, мы должны с вами проработать руки, верхний плечевой пояс, это плечевые суставы, локти и запястья. Локти и запястья не так важны, потому как они удерживаются на протяжении всей беговой нагрузки примерно в одном положении. Однако, мы должны с вами помнить, что плечо как таковое сложено из взаимодействия собственно плечевого сустава, лопаточной зоны, ключичной зоны и большой грудной мышцы. Эта зона помогает при правильной работе перемещать наше тело вперед, что собственно является важным критерием для успешности демонстрирования своих умений профессиональными спортсменами, потому как мы с вами работаем на скорость. Если мы говорим о непрофессиональных спортсменах, о любителях, то факт перемещения тела в пространстве также важен при участии в верхней части тела. Почему? Потому как именно здесь при правильной активной работе, слаженной работе левой и правой части тела, идет активизация работы сердечно-сосудистой и легочной систем. Без грамотной работы сердца и легких невозможно хорошая адаптированная практика беговой нагрузки. Что ж, мы поставили основные акценты, давайте посмотрим, как можно применить это на практике. Итак, мы с вами размяли очень элементарными упражнениями, мы с вами размяли голеностоп. Никогда, пожалуйста, не забывайте разминаться перед тем, как вы входите в ту или иную практику. Пусть ваша тренировка длится 10 минут, 5 минут, 3 минуты. Вы обязаны сделать так, чтобы тело сказало вам спасибо в окончании этой тренировки, а не уползло до следующего раза в угол и лежало и боялось вашей следующей нагрузки. Вы должны чувствовать только радость от того, что вы делаете с своим собственным телом и быть абсолютно уверены в том формате, как вы работаете с телом. Именно этому мы с вами посвящаем такой объемный процесс обсуждения материала. Итак, мы предположили, что мы размяли голеностопы. Ну, я размяла точно. Далее мы с вами работаем с нижней частью тела. Почему важно, например, начинать работу снизу вверх? Мы с вами уже знаем, вы касались наверняка, присоединяясь к моим семинарам других форматов, о том, что существует так называемый венозный возврат. То есть возвратное обращение крови от нижней конечности к центру. Данная система позволяет нам с вами работать как насос. То есть при ходьбе, что является естественным способом перемещения человека в пространство, или при беге, что является не менее естественным способом человека перемещения в пространство, происходит венозный возврат. То есть мы как насосом накачиваем кровь, которая поднимается по венам вверх, до сердца, обновляем ее через малые, через большие круги кровообращения и возвращаем обратно, насыщившись кислородом. Если мы с вами ведем малоподвижный образ жизни, то как раз-таки кровь, которая находится в резервном объеме, в нижних конечностях, очень мало перемешивается, соответственно, не несет в себе многих питательных веществ и должной части кислорода, не происходит правильных окислительных процессов. Соответственно, мы с вами не имеем возможности тренировать ни венозно-сосудистую сетку, ни мышечные слои, ни систему внутренних обменных процессов внутри клеток. Поэтому, работая с венозным возвратом, мы с вами начинаем от периферии до центра, от нижних конечностей к центру. Итак, что мы с вами сделаем? Мы начнем с того, что мы будем активизировать коленный сустав вместе с тазобедренным суставом, при этом активизируя мышцы квадрицепса. Крайне важно при мышцах квадрицепса, при участии в мышцах квадрицепса, помнить о том, что ваша спина в данном случае является взаимодействующим звеном. Посмотрите, при растяжении вверх я направляю свой позвоночник вверх, я активизирую квадратную мышцу поясницы, она залегает вот таким образом. Именно квадратная мышца поясницы предохраняет вас от истирания межпозвоночных дисков в пояснично-крестцовом отделе, в частности, от протрузии и грыж, от того, чтобы позвоночник при вертикальном встряхивании во время бега испытывал диспропорции и диспропорциональную нагрузку. Именно квадратная мышца поясницы удерживает ваш корпус в правильном положении, позволяя вам работать ногами с оптимальной мощностью. Итак, мы сделаем несколько движений подъемных. Посмотрите, я притягиваю свое колено по направлению к плечу, не по направлению к центру груди, а по направлению к плечу, если я стану вам фронтально, вы увидите. Вот таким образом. При этом, если вы заметите, уже начинают работать руки и плечевой пояс, я раскрыла грудную клетку, растянула плечи. Я продолжаю активизировать квадратную мышцу поясницы, натягивая позвоночник вверх. Мы сделаем несколько таких движений. Варьируйте количество движений в зависимости от того, насколько вы чувствуете адаптационный период готовым. То есть, насколько вы разогреты, насколько вы растянуты, насколько вы размяты в плане мышечной активности. Доделаем это движение. Следующий ход движения, который мы с вами продемонстрируем, это взаимодействие уже немного нагретой передней поверхности бедра с коленом и с тазобедренным суставом. Мы подтянули свое колено вверх и начинаем, как книжку, открывать бедро внутрь и наружу. Наружу от себя и внутрь, чуть перекрещивая бедро. Посмотрите, мы с вами сохраняем подвижность корпуса в верхней части и малую подвижность, то есть стабильность в нижней части. Доделаем несколько раз. Постарайтесь удерживать колено на единой линии, на той, которую вы выстроили. Скорость варьируйте. Нет необходимости делать все очень быстро. Потому как если вы будете торопиться, как я сейчас, то можно потерять баланс, я почти его потеряла. Но годы практики не дали мне упасть. Хорошо, вернулись. Если я вам покажу с другой стороны, во фронтальной плоскости, вы увидите это упражнение следующим образом. Раскрытие наружу и закрытие внутрь. В данном случае мы с вами прогреваем частично тазобедренный сустав, паховую зону, что крайне важно, потому как именно эта зона обычно профессиональных легкотлетов очень жесткая. И она не дает правильно растягивать ноги, увеличивая таким образом потенциал нагрузки на бедра. Мы с вами даем эту нагрузку. Кстати, эти зоны как раз-таки очень жесткие именно у мужчин. В связи с тем, что мышечная масса велика и строение таза более узкое, чем строение таза у женщин. И эластичности меньше. Поэтому я предполагаю, что для мужчин данный процесс практики будет крайне важен. И очень хорошо сдвинет в лучшую сторону возможности тела. Мы вернулись. Оп, немножко я упала. Но ничего страшного, я тоже живой человек, к тому же после тренировки уже. Итак, и третье положение, которое мы с вами здесь добавим, это необходимость кругового обращения внутри тазобедренного сустава. Для чего? Для того, чтобы полностью прогреть и промять суставную сумку и добавить жидкости синевиальной внутрь сустава. Мы с вами работаем круговым образом, круговым обращением наружу. Мягко, аккуратно, плавно. Если вы слышите, например, хруст в суставе, такой щелчок, не пугайтесь. Если при этом вы не испытываете боли, конечно. Не пугайтесь. Это выходит в воздух внутри сустава, который замещается в прескивании суставной жидкости. Доделаем. И если мы с вами сделаем движение с другой стороны, то вы увидите это вот в такой плоскости. Сделайте несколько раз. Я предполагаю, что лучше делать это 10 раз каждого движения. Хорошо. Итак, это первичная нагрузка на ноги. Давайте продолжим с вами дальше. Продолжение следует...